что происходит между Россией и Ираном, потому что пишет Wall Street Journal, что Иран поставил России несколько сотен баллистических ракет малой дальности. Но мы, конечно, не будем обсуждать, есть ли они или нет, информация закрытая, наверняка мы об этом, может, и не узнаем в ближайшие дни. Но здесь, что интересно, США и Европа пишут о том, что они сейчас думают над санкциями, которые, наверное, могли бы затронуть ряд иранских физлиц, предприятий, которые участвуют в передаче Москве вооружения. Как думаете, вот смотря на то, что столько десятков лет по санкциями Иран, Россия, неужели сегодня еще есть та санкция, скажем так, то ограничение, которое может разорвать эти связи? Ну, сомнительно. Все, что можно было санкциям против Ирана, уже было сделано только почти 40 лет, так что это вряд ли уже что-то может изменить. Это такая ритуальная пляска, надо изобразить какую-то реакцию на эту ситуацию. Понятно, что Иран с удовольствием продаст любое оружие, потому что Россия, скорее всего, за это платит конвертируемой валютой, и Иран это получает какими-то путями, чьи-дема, через посредников. Так что в этом смысле идет обычная торговля оружием, или Россия, если у нее сейчас деньги есть, у нее сейчас, пока деньги есть, потому что экспорт еще нефти идет неплохо, у нее может платить, и Иран будет, а что может сделать санкционное ужесточение? Да мало что. Вряд ли что-то может быть еще сделано. Тем временем, вот что касается санкций, вот пока Путин публично поддерживает Гамал Харрис, говорит кандидат президента США Трамп, что он намерен как можно меньше использовать политику санкций, в том числе в отношении России, чтобы, якобы у него есть такая очень важная цель, защитить статус доллара, как мировой резервной валюты. Вот здесь точно нужен экономист, потому что слова Трампа, не принимать санкции к России, чтобы защитить доллар, и что тогда в итоге может реально получиться. Россия будет еще дольше воевать, может даже, не знаю, с другими странами. Как это все может быть по факту? Ну, вы меня пытаетесь спросить о том, что придумал Трамп. Это никто из нас не может. Трамп ходит с важным видом и говорит, что у него есть дивный план быстро помирить Россию с Украиной, но он никому об этом не расскажет, потому что только он его знает. Это все довольно смешно выглядит. Ну, в общем, понятно, что, конечно, для американской экономики роль доллара важнейшая, потому что дело не в том, что там какая-то особая значимость для внешней торговли, но дело в том, что Америка, обладая резервной валютой, наиболее надежной, применяемой в мире, она хорошо может одалживать деньги. Это позволяет американцам справляться с госдолгом, справляться со всей продуктурностью в экономике. Поэтому ослабление доллара в пользу, скажем, других валют, в том числе в пользу юаня, для Америки нехорошо. И у них как бы идея всегда такая, что если мы очень сильно ущемляем Россию, то мы тем самым подталкиваем ее в объятия Китая. Китай еще больше интегрировался с Россией, соответственно, юань становится стандартной денежной единицей. Собственно, это уже и произошло. И поэтому юань становится более полезной, более ценной валютой в расчетах, становится, в общем, неким конкурентом доллара. Это плохо. Не надо толкать Россию в объятия Китая. Это такая постоянная мысль, которая звучит в высказываниях американских политиков и политологов, что вот нужно каким-то образом разорвать связку России с Китаем, но они как-то пока, на мой взгляд, идеи какой-то красивой не нашли. Мне кажется, для того, чтобы им эту связку разорвать, нужно искать не механизм санкций, а не какой-то механизм поощрения Китая, чтобы Китай предал Россию и отказался сотрудничать с ней. Что-то, кстати, работает. Надо сказать, что уж совсем-то санкции не работают на эту идею, тоже нельзя. Вот мы, смотрите, последнее время наблюдаем любопытную историю, что китайские банки в России начали сворачивать свою активность. Это довольно забавная история. Когда началась война, и в общем, начало конвертоваться сотрудничество Китая с Россией, то американские, то китайские банки пришли в Россию, начали очень сильно увеличивать масштаб операции, нарастили активы в России, и стали довольно такими крупными операторами по внешнеторговым платежам. А вот сейчас мы видим, что два крупнейших банка Китая, наоборот, стали выводить деньги из активов, их в России стали сворачивать российские активы. Причем там речь такая серьезная. Один из них, по-моему, что-то процентов на 35, сократил активы, другой на 27, что-то примерно такие цифры. То есть они вдруг поняли, что нет перспектив и слишком много рисков при не очень большой выгоде работы с Россией, и они начинают уходить. А это значит, что Китай, ну как вам сказать, начинает разочаровываться в идее экономического сотрудничества с Россией. Что происходит, мы это наблюдаем, как бы свертывание китайского банковского сектора в России. Это сигнал того, что Китай начинает рассматриваться по сторонам. Если в этот момент американцы предложат ему какую-то альтернативу, то Китай довольно легко и быстро Россию придаст и перестанет с ней так активно сотрудничать, так активно продавать. Очень интересная история, будем за ней наблюдать. Да, ну еще вот интересно понимать, а что Россия в общем взамен может дать всем тем странам, с которыми она хочет сотрудничать в плане обмене оружием и разными технологиями. С Китаем все более-менее понятно. А вот по поводу Ирана, кстати, если вернуться к тому сотрудничеству, известно, что Иран, он стремится извлечь такую экономическую и военную выгоду также от своего партнерства с Россией. И еще раньше, как писали аналитики американские, он искал деньги для своей больной экономики. Также видели мы вот визит в Молголию Путина, где тот, наверное, скажем так, за неарест наобещал очень много всего этой стране. И здесь вот вопрос, а ресурс в России есть, чтобы поднимать чужую экономику, что-то давать взамен, строить дороги, как пообещал Путин в Монголии, где он будет брать на это все ресурсы? Будет отнимать у российского народа, что ему остается еще? Какие варианты? У него каких-то, знаете, прикопанных кубышек уже нет абсолютно. Но у него есть сейчас некое такое, видимо, состояние эйфории, потому что шли неплохие нефтегазовые доходы, в основном нефтяные, и поэтому даже как-то, в общем, хорошо стал сводиться бюджет России с небольшим дефицитом. И у Путина, видимо, опять закружилось в голове, что он управляет богатой страной. Но это все такая временная история, потому что все доходы были связаны с тем, что довольно хорошо держалась цена на нефть. Вот сейчас она пошла вниз. Если вы посмотрите последнюю статистику, то цена за баррель Brent опустилась ниже 72 долларов. Это значит, что российская нефть со скидкой стоит еще меньше. И это, конечно, такой нехороший симптом для будущего российской экономики. Но Путин, он живет в своем же мире, ему в этом мире все красиво. У него там экономика растет, у него там гигантские планы, он там решает какие-то невероятные задачи развития Дальнего Востока. Но, знаете, вот с этим его выступлением, с этими поездками, самая интересная тема какая? Все ждали, а вдруг он сейчас поедет в Монголию и скажет, что все-таки будут прокладывать силу Сибири. Приехал в Монголию и не сказал про силу Сибири. Но у меня стали писать... Что-то там со звуков. Но у меня, говорит, ничего страшного, он сейчас поедет в Владивосток, будет там выступать. И вот там он точно объявит о силе Сибири-2, как главном прорыве для своей экономики будущего. Мне это съездил, рассказал много красивых историй про что-то такое невероятно волшебное для Дальнего Востока. Просил Сибири-2, ничего не сказал. Значит, так и этот проект засыпался и свернулся, его не будет, судя по всему. Поэтому, ну вот, у него был некий приток денег от нефти, он, значит, не уголово, а закружился. Он начал рассказывать о том, как он будет опять, как Советский Союз, всем в мире помогать, всем в мире оружие поставлять, дороги строить, электростанции возводить. И все будет красиво. И только дружите с Россией против Запада, и будет вам счастье навекать. Денег у него на это нет. Он деньги может отнимать только у населения России, обрекая их, в общем, на ухудшение уровня жизни. Собственно, оно так уже и происходит. Ну и по поводу еще вот темы санкций. Известно, что Кыргызстан также закрыл популярную в России схему входа санкций. Как думаете, что по факту это может дать России? Ну и главное, какие еще страны могут на это пойти? Ну и что сегодня сподвигло Кыргызстан сделать вот такой шаг? Ну, смотрите, это все связано опять же с Китаем. Вся зона Центральной Азии, давайте не будем себя обольщать, это зона влияния Китая. Это некая такая, ну, как вам сказать, спорная территория между Россией и Китаем. Россия считает это зоной своего, влияние зоны своего интереса, а у Китая противоположная точка зрения. Для него Центральная Азия как раз тоже очень интересная зона, тем паче, что там достаточно много интересных и ценных полезных ресурсов природных. Очень это все для Китая интересно, там достаточно много земли, там довольно хороший климат, а Китай сейчас очень активно развивает свою позицию как экспортер продовольствия. Они пришли к концепции, очень для меня любопытно, что в 21 веке замены нефти с точки зрения выгодности будет продовольствие. Поэтому они наращивают аграрный потенциал в китайской экономике, в том числе за счет сотрудничества со странами, у которых неплохие природные условия для сельского хозяйства. Поэтому, значит, страны Центральной Азии находятся под большим влиянием. Китай воспринимает его скорее как защиту, чем Россию как защиту от всякого рода таких экстремистских мусульманских образований. Поэтому раз Китай сейчас начинает охлаждаться к России, то и Республики Центральной Азии тоже делают аккуратный поворот и начинают говорить, а вот мы должны соблюдать санкции, чтобы не подпасть под беду. И это тоже заметно, потому что, конечно, через эти страны шел очень большой поток. Есть исследование Робина Брукса, можно его поискать в Телеграме, где он показывает, как европейские страны через четыре страны, каналы по прокси, как вы хотите называть, они довольно много погнали под санкционной продукцией вот в Россию, через вот эти страны Центральной Азии. Ну, понятно, что это в конце концов вычисляется, эти страны начинают попадать, что называется, на монитор ведущих стран. Их начинает предупреждать о будущих бедах, эти страны, естественно, моментально начинают воздерживаться или ограничивать сотрудничество с Россией. По поводу Брикса, который расширяется, но есть и такие другие новости, что, например, президент Сербии отказался ехать на саммит в Россию, хотя получил приглашение от Путина. Тем временем есть страны, которые хотят стать членами Брикса. Это Азербайджан, который подал заявку, Турция, по мнению СМИ, также хочет быть членом Брикса. Ну и еще крупнейшая российская партия Болгарии, она призвала страну выйти из Евросоюза и стать членом организации, где есть Россия. Но и тем временем в МИДе РФ заявили, что страны Брикса якобы обсуждают вопрос о единой расчетной единице. Но наверняка это не доллар. Как думаете, в чем здесь проблема, есть ли она вообще расширение Брикс? Сможет ли это стать, скажем так, таким вот противодействием Западу, абсолютно другим полюсом, который будет, скажем так, отдельно от Запада? Но пока мы знаем, что этого хочет только Россия, потому что заявление про другую валюту, единое, только мы слышали пока от российских властей. Ну, тема единой валюты Брикс обсуждается черт знает сколько лет. У них же есть свой банк единый, в общем, который они как-то создали, скинувшись, и он как бы существует. И уже многократно руководители этого банка задавали вопрос о единой валюте Брикс. И каждый раз он говорит, да, мы это обсуждаем, но это дело не ближайшего будущего. Смотрите, единая валюта, она хорошо возникает и хорошо работает тогда, когда у вас есть очень мощные постоянные потоки товаров между участниками зоны единой валюты. Вот тогда это хорошо работает. На самом деле эти страны довольно далеки друг от друга, нету таких огромных постоянных потоков, ну, скажем, между Азербайджаном, там, я не знаю, и ЮАР. Ну, член же Брикс Южной Африки, да, вот представьте себе потоки товаров между Азербайджаном, Болгарией и ЮАР, и как-то, ну, не очень это складывается. А если нет товарных потоков, то зачем мне денежные единицы, которые эти потоки должны обслуживать? Брикс по-прежнему, это все-таки преимущественно Китай, это основная доля всего валового продукта. Ну, и какие-то более мелкие страны, которые пытаются тоже каким-то образом заявить о себе, как о более-менее независимых игроках мировой арены. Ну, они все не образуют какой-то серьезной силы и не будут образовывать никаким образом. Более того, сама, ну, как бы становая конструкция Брикса сегодня, это Китай, она сама находится, как я уже не раз вам говорил, не в очень хорошем положении. Мы наблюдаем по-прежнему отток, причем, знаете, отток не только иностранных инвесторов, но сами китайцы выводят деньги с Китая. Мне тут на днях попалась такая довольно забавная цифра, что китайские миллионеры выводят огромные миллиардные суммы регулярные из собственной страны в другие места. И Китай является лидером в мире по эмиграции миллионеров. Так что в этом смысле сами китайцы изнутри, видя, что страна не в хорошем положении, выводят капиталы, выводят свои семейные сбережения страны, потому что страна начинает качаться. Поэтому основа Брикса, она качающаяся экономика Китая. Поэтому я к этому отношусь, ну, до крайности, спокойно и мало верю в том, что это будет каким-то мощным новым островом силы мировой экономики. Ну и Азербайджан тем временем и с ЕС дружит, и в Брикс хочет. Да, еще и президент Азербайджана Алихам Алиев очень оптимистично настроен на прорыв переговоров между Москвой и Киевом. Что касается продолжения поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран. Об этом пишет издание Reuters. Как думаете, вот оптимизм на чем основан? Правда ли такие переговоры могут быть, скажем так, именно сегодня? Ну и что от этого получит Россия и Украина, здесь также важно понимать. Ну, знаете, каждый человек, который руководит страной в долгом и авторитарном режиме, он в конце концов начинает скучать от управления только своей страной. И начинает играть мирового политика. Мы это видели на примере Путина, таких историй много. Я думаю, что у Алиева та же самая история, ну что называется, он победу над Арменией добился, внутри страны его все подавил. Ну, значит, наверное, он пытается сейчас найти какие-то такие для себя новые развлечения, как мировой политик. И делает заявление, которое привлекает к нему внимание. Наверное, это такая история, нечего удивляться. Это вполне понятная модель для любого политика, руководящего страной достаточно давно. Ну и касательно еще российского газа появилась информация, Блумберг, что поставки газа в ЕС в 2025 году могут содержать потоки из РФ, которые будут тайно подмешиваться. Что значит вот эта фраза «тайно подмешиваться» и что от этого может получить Россия? Здесь, я так понимаю, в Кремле, да, как-то заинтересованы в подмешивании своего газа вот другие потоки. Ну, вопрос, видимо, как раз и связан с Азербайджаном. То есть они пытаются договориться с другими трубопроводами, чтобы в них добавлять нефть. Или скорее там будет другая история. То есть российский газ будет идти в национальную экономику этих стран, а вот то, что раньше тратилось на внутреннее потребление, будет в большем объеме направляться за рубеж. То есть в этом смысле будет возникать некий такой альянс. Я так понимаю, что Путин ради этого и ездил в Азербайджан договариваться, поскольку Азербайджан может поставлять газ в Европу и, видимо, будет пытаться это делать. Та же самая история, насколько я понимаю. Возможно, с Турцией, поскольку Эрдоган уже заявлял, что не надеется сделать Турцию крупным газовым хабом для Европы. Ну, посмотрим, так что. Россия будет пытаться каким-то образом сотрудничать с этими странами, чтобы под их маской получать доходы. Ну, вот за счет того, что эти страны будут больше своего газа поставлять за рубеж, а Россия будет снабжать их внутренний рынок, ну, и в итоге все будут довольны, Россия будет получать больше денег, Газпром не будет так погибать. Но посмотрим, получится ли или нет, трудно сказать, потому что всегда можно проверить, а сколько, собственно, страна могла добыть газа, сколько она поставила газа, могла ли она столько поставить, или есть основания полагать, что она потребляет газы. Поставки газа, значит, Европу – это практически консенсионные воздействия. Тогда на них будут оказывать давление и на Азербайджан, и на Турцию. Так что это нельзя сказать, что они так могут быть безнаказанно в эту игру играть. То есть оно просчитываемое, прослеживаемое игрое, и оно будет тоже наказываться. Тем временем Минэкономразвитие РФ улучшило макроэкономический прогноз на ближайшие годы в части роста ВВП, реальных зарплат и потребительского спроса. Однако в перегретой российской экономике придется расплачиваться. Более высокая инфляция, которая в этом году достигнет, пишут, прошлогодних показателей. Ну а в 2025 году так и не выйдет на цель Центробанка. Это все следует из прогноза социально-экономического развития РФ до 2027 года, которое оказалось в распоряжении журналистов Ройтерс. Как думаете, вот такие вот прогнозы, они могут быть близки к реальным, ну и что, скажем так, может ухудшить этот прогноз? Ну, знаете, поскольку я человек старый, то я еще помню, как мне давали прогноз, что в СССР коммунизм построить ровно через 20 лет, к 1981 году, вот лично я должен буду жить при коммунизме. Вот нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, сказал товарищ Хрущев, и я прямо вот весь напрягся, через 20 лет я уже буду в коммунизме. Все это чепуха, и на самом деле стоит смотреть не на то, что пишет Минэкономразвитие, а на то, что, скажем, публикует обзоры Центробанка, а он делает очень любопытную вещь, он проводит опросы экспертов, которые живут в России, работают в российских банках, российских финансовых структурах, что они думают о будущем России. И прогноз у них довольно плохой по росту российской экономики. Это где-нибудь полтора процента, в общем, больше ничего там российские эксперты не видят, потому что, ну, как вам, все прогнозы Минэкономразвития основаны на какой-то очень дивной конструкции, что сейчас в российской экономике будет бурный рост производительности труда, потому что людей-то нет, взять их ниоткуда, но мы тут сейчас как вот напряжемся, и у нас как взорвется производительность труда, и все побежит, полетит и зацветет. Это все очень сомнительно. Для того, чтобы такое сделать, нужно, во-первых, иметь свободный доступ к современным технологиям, во-вторых, нужны очень большие инвестиционные ресурсы, причем с очень длительной окупаемостью, а это все очень сомнительная гипотеза. Кто сейчас в России готов вкладывать в проекты, которые окупятся через 5, 7, 10 лет, когда ты не знаешь, что у тебя будет завтра, поэтому никто с драмом нет резвой памяти, вкладываться на долгий горизонт не будет. Обновлять технологии, чтобы повысить производительность труда, это все довольно дорого, сложно и трудно, и рискованно, поэтому это сомнительно, и доступа к современному оборудованию России тоже нет. Но Минэкономразвитие надо читаться перед президентом красивыми прогнозами, они отчитываются, они за это отвечают, а ЦБ за это не отвечает, он за рост экономики не отвечает, поэтому публикует другие, куда более скептические оценки, что в будущем году темп роста экономики будет 1,5%. Вы читаете, это базовый прогноз Центробанка России, 1,5%. Никаких дивных цифр, как от Минэкономразвития, не наблюдается. Ну а тем временем Зеленский заявил, когда было на Рамштайне, что Путин болен на всю голову, убийца и лжац, но он вместо того, чтобы защищать своих людей в Курской области, он продолжает оккупировать нашу землю, украинскую, и стрелять в наших людей. Как думаете, а может все-таки там уже все экономисты собрались, какое-то было, не знаю, коллегиум, заседание, что все-таки для всей России тот кусочек Курской области ничего не значит в плане экономическом плане, в плане того, что какая-то, может, часть людей переедет в другие регионы России, России же много, она большая. Вот в чем главная загвоздка? Стоит ли здесь искать экономический смысл в том, что Путин пока не реагирует на то, что захватили его территорию? Путина экономика не интересует. Путина интересует удержание личной власти и своей позиции. Для того, чтобы держать свою позицию, ему нужна война и ничего другого. Это хорошо работает на удержании власти. И прекращение войны для Путина крайне опасная история. Поэтому он готов будет пожертвовать любыми территориями России. Он будет готов пожертвовать любыми экономическими основами жизни российского народа. Ему абсолютно плевать, как россияне живут, страдают, мучаются в бегах. Бедствует, это его не волнует ни в малейшей степени. Захваченная Курская область, для него это тоже ничего не значит. И судя по всему, жители Курской области уже все поняли. И теперь единственное просят, дайте нам зеленый коридор, чтобы вы навсегда уйти с родной земли и отдать ее Украине. Ну, вот эта картина такая. То есть вы имеете дело со страной, которой ничего не жалко. Ни людей, ни территории, ничего. Здесь единственная ценность – это власть президента и его окружение. Вот это они будут охранять. А все остальное, они всем остальным готовы пожертвовать. Людьми, которых в России не так мало, не так много, прошу прощения. Путин еще в 21-м году говорил, что главная задача нации – это сбережение населения. И выступал торжественными такими выражениями на лице, как он будет сберегать население, после чего через несколько месяцев начал войну и отправил людей убирать. Вот это все происходит одновременно. Надо просто, ну, как бы смотреть на это дело трезво и цинично. Путину не важна ни территория южных регионов России, ни люди, которые там живут. Ему важна только личная власть, и только ее он будет защищать. Ну, а тем временем была информация, также вы писали об этом в своем телеграм-канале «Экономика по липсису», что госбанкир Костин попросил триллионы рублей на возрождение судостроения в России. Вообще все, что касается того, чтобы что-то возродить в России, возобновить. Мы слышали и про самолеты, которые Россия может себе позволить возобновлять, строить, запускать в производство новые технологии. Что сегодня, вот скажем так, с возрождением всего того, что Россия уже потеряла, может, да, во время войны или теряет, ну и все это совместно, конечно же, с санкциями, которые Россия сегодня имеет от Запада? Это все мало реально. Вот это то, что россияне сегодня воспринимают труднее всего, им все время кажется, что можно легко вернуться в точку ноль, опять стать интеллектуальной державой мира, и опять легко все воспроизводить, все делать, все хорошо, а это все уже абсолютные иллюзии. Россия очень много потеряла, потеряла безвозвратно, это уже теперь понятно, сейчас теряет еще больше, но теряет интеллектуальный потенциал, из нее все более-менее сильные люди пытаются уехать, не всем это удается, но очень многие пытаются уехать, очень многие уехали, а каждый уехавший специалист – это потери школы, это потери нескольких следующих поколений специалистов, это в России беда, на которую никто не обращает внимания, это никого не волнует, все говорят, да ладно, бабы новых нарожают, а в новых мы найдем новых ломоносов, и будет нам счастье, будет нам хорошо. Это не получается. Поэтому, как только возникает какая-то задача импортозамещения, она упирается в то, что не выходит. И вот это ты натыкаешься каждый раз. Ну, смотрите, вот самолетами, да, действительно страшная история, они не могут сделать этот самолет МС-21, причем это же самолет даже не с нуля, это модернизированный самолет, они взяли старый, насколько я знаю, Ильюшинский самолет, пытаются просто его модернизировать, там заменить какие-то материалы, компоненты, значит, двигатель, электронику, сделать новый современный самолет. И это продолжается, сколько я помню, 17 лет. 17 лет они не могут этот самолет сделать, и отодвинули опять, помню, до 1926 года попытки его запустить в воздух и начать на нем как-то более-менее летать. Все это не получается. То же самое с автомобильной промышленностью, где они никак не могут сделать современные автомобили, собирать опять из китайских компонентов. И куда не ткнешь, вот опять начинается проблема. Начинаешь разбирать там сельское хозяйство, повесняется, да, идет попытка заместить импортные семена, значит, российскими, но не хорошие они семена, не адаптированные, не отработанные, не получается угроза урожайности. Большая зерновой союз России вьет тревогу по этому поводу. Россия слишком расточительно обращалась со своим интеллектуальным потенциалом, продолжает делать то же самое. Россия теперь, такая новая тема, это массовые посадки ученых. Я вот сейчас читал, как раз перед нашим эфиром статью с выступлением президента Академии наук, даже он взвыл, что же вы делаете, вы сажаете людей за выступления на научных конференциях, как вообще тогда заниматься наукой в России. В России все это теряет, а восстановить она уже не сможет, потому что она проела наследие Российской империи, восстановить не сможет. И поэтому обречена идти по той дороге, которую писал Центробанк России. И он в 22-м году четко сказал, что Россия причина на догоняющую дорогу, на обратную индустриализацию. То есть она будет возвращаться к старым технологиям 20-го века и по этим технологиям производить устарелую продукцию 20-го века. Ни на что другое она не способна. Это сказал Центробанк, а не ваш покорный слуга. Я с ними согласен. Да, кстати, вот эти все новости, которые появляются касательно ученых, всех обвиняют в шпионаже, в разглашении данных, в госизмене. Это правда, что сегодня массово ученые России хотят как-то куда-то передать супертехнологии России или все же там главная проблема, да? Как им развиваться, да? Вот вы правда говорите. И как они тогда, получается, могут ли помочь России развиваться дальше? В нашем случае, конечно, нам на руку, чтобы такого не было. Но получается, что Путин сам же убивает науку в России, и у России, получается, нет будущего. Вот смотрите, значит, не Путин убивает. Значит, надо понимать, что российская государственная власть, она состоит из разных контор. И каждая контора решает свою задачу. Контора под названием ФСБ имеет простую задачу. Показать свою активную работу, сколько они разоблачили шпионов, и вот сколько они шпионов отправили на зону. Причем самое интересное, что они все, ученые, которых отправили в тюрьму, они все были посажены, осуждены за сотрудничество с Китаем. Не в США они передавали технологии, не в Германию, не в Японии. Они все выступали на какой-нибудь конференции в Китае, их тут же взяли и посадили, и получается, что вроде как бы Китай друг, да, сердешный, который должен дружить с Россией, помогать. Но ты поехал, выступил на конференции в Китае, и тебя тут же обвиняют в госвизмене, сажают вот на 15 лет, только что посадили, значит, ученых. Я, честно говоря, думаю, что их не сажают. Это же, позвольте мне некую гипотезу. Я думаю, что просто в России возродились сталинские шарашки. То есть созданы на зоне конструкторские бюро, и ученых туда сажают, чтобы они там работали принудительно, как это было описано в раковом корпусе у Солженица. Почитайте, все было описано. Подозреваю, что именно так, потому что уж больно как бы целенаправленно посадили всех ученых, которые занимались гиперзвуковым оружием, вот их всех как-то раз быстренько во всем нехорошем обвинили, и на долгий срок куда-то отправили. Думаю, что они сидят в шарашке и пытаются делать там оружие для Путина, вот для того, чтобы он воевал. Ну вот эта картина. Соответственно, те, кто у малыша, они, конечно, на это глядят, и как-то не хочется в шарашку на 15 лет отправляться. Так что, я думаю, будем наблюдать попытку дальше молодых ученых активно покидать Россию всеми возможными путями. Это непросто, но будут. Ну и тем временем переживает в Госдуме за то, что будут есть россияне, какие продукты, сколько будут тратить на них. Депутаты призвали регулировать продажу мяса, рыбы, масла. Ну и такой вот рассмотрят проект фактически о возврате к советским практикам. ГОС – регулирование цен на основании в основе продукты и питания. Как думаете, что это значит? Россияне будут больше качественнее кушать, дешевле кушать, потому что параллельно в Советской Федерации вообще предлагают кормить россиян олениной вместо говядины. Что ожидает сегодня обычного россиянина? Ну, когда вы смотрите на Государство Дома Российской Федерации, вообще всерьез что-то обсуждать сложно. Беда только в том, что это все собрание странных персонажей, оно делает законы, по которым потом россиянам приходится жить. И Госдума очень давно мечтает регулировать цены. Одна из там неких невероятных дам, которая там была ни много, ни мало вице-спикером Госдумы, однажды заявила, сказав следующее потрясающую фразу. Цены – это слишком серьезная вещь, чтобы доверять их рынку. Прелесть какая, правда же? Ну вот, поэтому там все время идет желание что-то отрегулировать, что-то создать. Какие-то остатки профессиональных экономистов в органах власти этому сопротивляются. Объясняют, что как только ты начнешь регулировать цены, у тебя возникнут пустые полки, дефицит, очень большая запись на руке по номеру. Но вот Госдума этого не понимает, там нет того интеллектуального уровня, который нужно, чтобы это понять, это совершенно очевидная история. Поэтому они все время хотят отрегулировать, закрепить, зафиксировать, чтобы было все хорошо. В итоге вот этого они наносят ущерб России больше, чем любые враги. Что называется, при таких собственных политиках врагов уже не надо.